Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и мы продолжаем следить за главными новостями нашего муниципалитета. Смотрите сегодня в выпуске. В общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся прием населения. У нас на территории городского поселения видна предусмотренная материальная помощь в размере 5000 рублей. В торжественной обстановке юные жители муниципалитета получили свои первые паспорта. Когда я получу паспорт, я сначала на работу, мне кажется, устроюсь, это сам первый. На стадионе «Металлург» отметили Всероссийский день физкультурника. Мы живем спортом. Ленинский район живет спортом. Видно, в нашей Подмосковье всех ждем физкультурника. В общественную приемную партии «Единая Россия» жители муниципалитета обращаются по самым разным вопросам. Очередь на получение жилплощади, проблемы с управляющей компанией, материальная помощь, юридическая консультация. В каждом конкретном случае людям стараются помочь. С какими вопросами пришли жители на прием к заместителю главы муниципалитета Альберту Гравину, узнала наша съемочная группа. В семье Федоровых пятеро детей. Уже пять лет они стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Сейчас они все живут в небольшой квартире и только планируют построить просторный дом на участке, который не так давно получили, как многодетные от администрации муниципалитета. На прием к заместителю главы Альберту Гравину они пришли с несколькими вопросами. Главный – как продвигается их очередь на муниципальное жилье. Пока они 251-е. Ответ семью порадовал. В прошлый год, 18-й, то есть фактически за половинку года, отработали порядка 50 учетных дел. В настоящий момент, на 19-й год, мы взяли на себя обязательства очень амбициозные – отработать больше 100 учетных дел очередников. Второй вопрос касался участка. Сейчас постройки дома на нем мешают деревья, на вырубку которых у семьи нет средств. Ирот Александрович сразу понял наш вопрос, вник в него, обещал помочь. Мы верим, что он нам поможет. В принципе, приемом довольны. Ждем результат. Ветеран Нина Никитичина Новосельцева в общественную приемную обратилась впервые. Она пожаловалась на трудную жизненную ситуацию. Маленькая пенсия не позволяет ей приобрести лекарства, которые пенсионерке необходимо принимать. У нас на территории городского поселения предусмотрена материальная помощь в размере 5000 рублей. Наша секретарь Единая Россия Владимировна возьмет этот вопрос на личный контроль. И мы сегодня же тоже окажем ей материальную помощь, я думаю, тоже в размере 5000 рублей, уже, собственно говоря, живыми деньгами партии. Но, увы, не все вопросы можно решить так просто. Жители коттеджа в микрорайоне Центральной 32 уже три года судятся с застройщиком и местным ТСЖ. Квартплату им считают как для многоквартирного дома, исходя из количества квадратных метров. И при этом весь текущий ремонт жильцам приходится делать на свои средства. У меня получается просто так, 17 тысяч платеж с квадратного метра, не считая воды, света, который, говорит, это еще плюсом. Приравняли к многоквартирному дому, они не имеют права. Их даже вот эта жилищная инспекция, она их проверить не может. Мы обращались в эту жилищную инспекцию несколько раз. Они нам дают такой ответ. Вы не являетесь многоквартирным домом, и мы не имеем права проверить это ТСЖ. Ситуация осложняется тем, что дорога, под которой проходят все коммуникации, сейчас юридически ни за кем не закреплена. Жители хотят, чтобы ее принял на баланс город, но ТСЖ против. Позиции администрации я вам даю. Сейчас дело находится в суде. Мы будем выступать за то, чтобы эту землю вернуть в собственность администрации для Ленинского муниципального района. Все поднятые вопросы Альберт Гравин взял под личный контроль и обещал помочь. Екатерина Борисова, Александр Будников, Елена Кошелева. Видно.ТВ. В управлении ЗАГС Ленинского района свои первые паспорта граждан Российской Федерации получили юные жители муниципалитета, достигшие 14-летнего возраста. Теперь, используя свои паспортные данные, они смогут, например, устроиться на работу или открыть банковский вклад. Екатерина Коваленко пообщалась с новоиспеченными получателями главного документа. Еще вчера для этих юношей и девушек главным документом было свидетельство о рождении. А сегодня они, 14-летние, уже получают паспорт гражданина Российской Федерации. До начала официальной части ребята поделились с нами своими чувствами и, конечно, планами. Переполнение эмоций, очень это радостные чувства. Ждал этого дня? Ждал, долго ждал. Когда я получу паспорт, я сначала на работу, мне кажется, устроюсь, это сам первое. Потом карточку сделаю себе и все. Буду работать. Радостные эмоции пришли разделить с детьми их родители. Они надеются, что этот день станет для ребят удачным стартом во взрослую жизнь и желают успехов во всех начинаниях. И по жизни всегда смело, уверенно достигать своих целей, быть всегда впереди. Открылась церемония вручения паспортов гимном Российской Федерации. В торжественной обстановке счастливыми обладателями заветного документа стали 11 ребят. А после с напутственным словом к молодым людям, теперь уже полноправным гражданам России, обратился заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев. В ваших руках судьба России. Я желаю вам на этом пути добра, не бояться трудностей, успехов. Я надеюсь, что все у вас получится. Кроме документов, ребятам вручили обложки на паспорта и Конституцию Российской Федерации, благодаря которой они смогут узнать свои права и обязанности. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. К нам в редакцию обратились жители жилого комплекса «Видный». Совсем недавно в ЖК были проведены масштабные работы по благоустройству прилегающей к жилым домам территории. Но, как уверяют местные жители, осталось несколько недоделок. И неизвестно, будут ли продолжены работы. По адресу отправился Максим Козлов. Жилой комплекс «Видный» был построен 7 лет назад, но полностью заселился. Значительно позже один застройщик обанкротился и заканчивал строительство уже другой. Естественно, и инфраструктура здесь была не самого лучшего качества. Но в этом году все изменилось. Реконструкция здесь была сделана в рамках губернаторской программы формирования современной комфортной городской среды. Прежде всего обновили дороги, сделали широкий выезд к Белокаменному шоссе. На пути к автобусной остановке теперь появилась вот такая замечательная лестница. Раньше здесь были просто выступы в земле, подниматься или опускаться, по которым было просто опасно. Теперь эта проблема решена. В местах пешеходных дорожек бордюры утоплены, что удобно и людям с ограниченными возможностями здоровья, и мамам с колясками. Вот с какой проблемой никогда не сталкивались местные жители – это парковочные места. Рядом с жилым комплексом находится большая парковка. Но все же приятно оставлять машину прямо под окнами и проходить до подъезда всего несколько шагов. Вдоль домов 1,5 жилого комплекса оборудовали дополнительные парковочные места. Раньше здесь даже газона не было, просто глиняная обочина. Действительно, сделано было немало, и все же местные жители отмечают ряд недоработок. Но обо всем по порядку. В жилом комплексе не функционировали мачты ночного освещения. Работы по их ремонту были проведены, но до сих пор света нет. Кое-где на мачтах даже отсутствуют лампы. Еще одной проблемой жилого комплекса было отсутствие детских площадок два года назад. И в этой области все решилось. Здесь было установлено сразу три площадки, но время и погодные условия, увы, делают свое дело. Оборудование на площадках в порядке, а вот резиновое покрытие на одной из них совсем износилось и требует замены. Обновленные пешеходные дорожки также имеют изъяны. Везде асфальт уложен практически идеально, но все же местные жители обратили внимание на один участок. Если присмотреться, здесь трава пробивается сквозь асфальтовое полотно. Не сложно предположить, что здесь будет буквально через год. Для того, чтобы узнать, будут ли продолжены работы в жилом комплексе, мы связались со специалистами Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского муниципалитета. Контракт на установку искусственного освещения был заключен отдельно, дополнительно. Он не входил в основной контракт на комплексное благоустройство. Работы по освещению будут завершены до конца текущей недели. Подрядчик уже вышел и работает. На площадке резиновое покрытие будет установлено в рамках текущего ремонта. Таким образом, жители могут быть спокойны. Все работы будут сделаны еще до наступления осени. По адресу выезжали Максим Козлов, Александр Логинов и Сергей Ларин. Видное ТВ. Всероссийский день физкультурника отмечается во вторую субботу августа. В этом году празднику исполнилось 80 лет. О том, как любители спорта провели этот день, узнаете из нашего сюжета. Центральной площадкой проведения Всероссийского дня физкультурника в Московской области стал город Видное. И это неудивительно, ведь на стадион «Металлург» приходят любители спорта в любую погоду. На праздничные соревнования в Видное приехали спортсмены со всего Подмосковья. Пройдя процедуры регистрации и жеребьевки, участники прятались от дождя в подтрибунных помещениях. Также под крышу перенесли и торжественную часть. Те 48 тысяч человек, которые по статистике у нас занимаются в нашем муниципалитете различными видами спорта, они именно подтверждение тому, что в любую погоду, в любой сезон в нашем муниципалитете и молодые ребята, и уже возрастные люди выходят, занимаются спортом на разных площадках. После приветственного слова глава муниципалитета вместе с министром физической культуры и спорта Подмосковья Романом Терешковым наградили лучших сотрудников спортивной сферы и подвели итоги финала конкурса «Мисс Живу спортом». Самой талантливой спортсменкой Московской области стала Наталья Чайкина из Дубны. «Я в шоке, если честно, вообще не ожидала. Я даже платье не взяла, если б знала, да. Ну, очень крутые ощущения, мне прям гордость какая-то прям берет». Зрители, наблюдавшие за футбольными соревнованиями, находились на сухих трибунах, в отличие от самих футболистов. Но те не испугались дождя, хотя признавали, что играть в таких условиях непросто. «Поле очень мокрое и вообще очень сложно принять мяч. Даже пас разрез даже может плохо принять при такой погоде». В спорте принято бороться до конца и никогда не сдаваться. Именно в сложных обстоятельствах закаляется спортивный дух. «Погода спорту не помеха. Спортсмены никогда не таяли. Тем более для футболистов это отличная, хорошая обстановка, когда идет дождь и не жарко. Я уверен, что погода нам настроение точно уже не испортила». Самые маленькие спортсмены участвовали в гонке на беговелах. Несмотря на столь юный возраст, у малышей в этом виде спорта проходят настоящие тренировки. «Обычная физкульт-подготовка. Разминки, бег и прочее. Ну и да, координация». На соседней площадке впервые в муниципалитете проходил турнир по функциональному многоборью. Участие могли принять все желающие старше 18 лет. «Сегодня явилось очень много участников. Было порядка 30 заходов. 6 команд и 15 в личном зачете выступило ребят». Сдать нормы ГТО теперь можно на новой площадке «Спортивный двор «Металлург», на которой уже испытал себя первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Волков. «Мы живем спортом. Ленинский район живет спортом. Видно. Наша Подмосковья. Всех с Днем физкультурника. Но еще раз, как говорится, протестировали нашу крушфитовскую площадку. Всех приглашаем, потому что это подарок, я уверен, для каждого жителя, для каждого спортсмена. Сильный двор «Металлург», а мы с ним». Спортивный праздник продолжался в течение всего дня. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.